Здравствуйте! С вами Мария Сухова. В истории Санкт-Петербурга и его пригородов встречаются такие удивительные и неожиданные факты, что порой трудно в них поверить. Вот, пожалуйста, оказывается, в Петергофе водились тигры. Правда, забредали они в эти места не сами по себе, их завозили для охоты, как и оленей, буйволов, кабанов, зайцев. Называлось это место охотничий парк. Здесь российские императоры, их семьи, гости и придворные гуляли, охотились. В общем, коротали время. Сегодня мы с вами находимся в Петродворце, который был задуман и построен Петром Первым, как летняя резиденция российских монархов. Здесь, на месте бывшего охотничьего парка царицы Анны Иоанновны, в начале 19 века закладывают пейзажный и романтический парк под названием Александрия. Одновременно с парком был построен дворец-коттедж, выдающееся произведение русской архитектуры 2-3 19 века, летней резиденции Николая I и его жены Александра Федоровна. Дворец расположен на верхней террасе в юго-восточной части парка, откуда открывается панорама Финского залива с виднеющимися вдали очертаниями Санкт-Петербурга и Кронштадта. Со всех сторон коттедж окружен пейзажным парком с тенистыми аллеями, извилистыми дорожками, лужайками, куртинами деревьев и кустарников. Такая английская модель усадьбы коттеджа имела успех у многих российских помещиков. Дом был закрыт для государственных и общественных дел. Это было частное жилище императора, скрытое от посторонних глаз. Небольшое двухэтажное здание с мансардой украшено остроугольными фронтонами, стрельчатыми аркадами, окнами-эркерами, розетками, арочными поисками, крестоцветами, трелисниками. Коттедж построен в 1826-1829 годах по проекту архитектора Адама Миниласа в так называемом готическом стиле. Несколько позже коттеджи пристроили столовую с мраморной террасой, что явилось принципиальным новшеством, ведь раньше обедали либо в кабинете, либо при больших приемах в парадной зале. Словно кружевные чугунные аркады с изящными цветами, стрельчатые ограждения балконов и террас, гербы придают всему сооружению легкость и нарядность. Готические мотивы повторяются в лепке, росписи, резьбе, в орнаментах предметов прикладного искусства, в коврах ручной работы, декоре печей, мраморных каминов, мебели. Первое, что видят посетители коттеджа, висящий на стене вестибюль гигантский щит из панциря морской черепахи с гербом и девизом Александрии. Когда-то его вывешивали на ветвях дуба у входа в парк в знак того, что во дворце находится император. Это щит с обнаженным мечом, пропущенным через венок белых роз. Именно белой розой в детстве звали прусскую принцессу Шарлотту, то есть будущую супругу Николаю Первого и будущую владелицу парка и коттеджа. Став императрицей, в душе она оставалась романтической девушкой и с трудом выносила помпезные парадные интерьеры. Хороший летний вечер она предпочитала всем балам мира, а за душевную беседу осенью у камелька всем зимним нарядом. Поэтому влюбленный Николай построил для любимой уютный дворец-коттедж. Вот этот сельский домик в английском стиле, а окружающий парк в честь государыни назвали Александрией. Коттедж в Петергофе, где семья императора проводила летние месяцы, становится уютным семейным домом, наполненным множеством самых разнообразных предметов, которые дают представление о хозяевах дворца, их вкусах и семейных традициях. Завораживает романтика средневековья эпохи Вальтера Скотта. Светлые залы в ромашках и васильках, сувениры с рыцарских турниров, коллекция картин известных голландских художников, коллекция цветного стекла и фарфора. Здесь находится более 200 картин известных мастеров, в числе которых Айвазовский, Кипренский, Щедрин. Помещение дворца – характерный образец русского жилого интерьера эпохи романтизма. В первом этаже расположены наиболее интересные по художественному оформлению интерьеры. Это кабинет Александра Федоровны, большая гостиная, большая и малая приемная. Здесь находилось помещение, специально спроектированное для библиотеки. Александра Федоровна очень любила чтение и книги, и ее собрание отображало личные вкусы и интересы всей императорской семьи. Одной из стен интерьера полностью занимали книжные шкафы, вмещающие в себя около тысячи томов на английском, немецком, итальянском, русском языках. Николай I и его супруга стремились иметь все новые книги, что выходили в Европе. Нужно отметить, что библиотека императрицы Александры Федоровны в коттедже – единственное книжное собрание Петергофа. Кроме кабинета Николая I, который повторяет по размерам и некоторым элементам отделки большую гостиную первого этажа, комнаты второго этажа невелики, и их убранство более сдержано. Несколько комнат были предназначены для детей. Ажурная лепка потолков в виде готических решеток, арок, кронштейнов сочетается с орнаментальной живописью. Коллекция часов, канделябры, люстры, немецкая ширма с изображениями дам и кавалеров в старинных одеяниях выполнены также в готическом стиле. Роспись стен лестничной клетки, исполненная в технике гризайль, воспроизводит интерьер средневекового замка. О победах в русско-турецкой войне 1828-1829 годов напоминает вмонтированный в стену вестибюлю камень, взятый русскими войсками при штурме крепости Варна. Дворцовая площадь, Сенатская, Невский проспект, Исаакиевские и Троицкие соборы, Александринский театр – все это было построено в годы правления Николая I. И каким мы видим город сейчас, таким видели Петербург и его современники – люди, жившие в XIX веке. Вообще, время царствования Николая I – это блестящая эпоха в архитектуре северной столицы. А в главном пригороде Петергофе строятся камерные неоготические усадьбы и ансамбли эклектики. Связующим звеном этих, казалось бы, противоречащих друг другу линий развития архитектуры – столичной и усадебной – является фигура заказчика – императора Николая I. Но кто же он был – Николай Павлович Романов? Еще со школьной поры нам известно – Николай I, император всероссийский, прозванный современниками Палкиным, был третьим сыном императора Павла. Вступил на престол после внезапной смерти своего брата Александра, разгромив восстание декабристов. Царю нравился порядок во всем – в государстве, в армии, в культуре, а также и в семье. Ему хотелось, чтобы его считали примерным семьянином. Он очень любил свою жену. Правда, по-своему, по-николаевски. Он всегда поддерживал видимое благообразие и благополучие своего домашнего уклада, что ему не мешало, однако, искать любовных приключений на стороне. И тем не менее, тихий уголок в отдалении от Петербурга он превратил для своей супруги в остров любви. Красивая пара – восхищались современники. Николаю при всем его консерватизме нравилось ощущать себя единственным европейцем – потомком Великого Петра I. И, конечно, такой государь должен был жить в готическом замке. Замок, впрочем, получился миниатюрным. И в этом смысле он предвещает наши современные коттеджи. Однако здесь, в Александрии, Николай I представляется нам романтическим мечтателем, увлеченным мыслями о средневековых и рицарских временах и о менее далекой эпохе грациозно-шеловливого рококо. Удивительные метаморфозы происходили с супругами императоров России. Ведь если вдуматься, русских-то среди них по рождению не было, но эти женщины становились таковыми по духу. Они любили своих мужей так, как может любить только русская женщина. И Александра Федоровна не исключение. С вами была программа «История одного загородного дома». До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok